Дорогие друзья, здравствуйте! Очень коротко хочу рассказать вам о том, как же всё-таки надо читать, понимать Священное Писание. Ведь мы все не являемся специалистами древнего иврита. Скорее даже наоборот, совсем не умеем читать на иврите. Большинство из нас, так скажем. Но как же всё-таки понимать эти тексты? Во-первых, то, что я хочу рекомендовать, это обращаться к специалистам, тем, кто делает для нас эту работу. И в данном случае я тоже стараюсь изложить очень простым языком всё то, на что уходит десятилетие изучения и кропотливого труда. Здесь я представлю маленький фрагмент лекции доктора филологических, философских наук Леви Шептовского. Он специалист и по таре. Очень маленький отрывок его лекции. Просто этот отрывок даёт представление, как изучается Писание. Конечно, это не всё. Это миллионная часть из того, что делает такая работа с каждым текстом, с каждым отрывком. Я просто хотела бы сказать, особенно для тех, кто любит делать поправки, опираясь на синодальный перевод, который не рекомендован к изучению Писания, а рекомендован к домашнему чтению с теми, кто вообще ничего не знает о Библии. В перевод хороший, но очень-очень локальный. На нему нельзя опираться для того, чтобы действительно изучить Писание и очень скурпулёзно углубиться, понять, о чём говорит нам Творец через Слово. В данном случае через пророков, через апостолов, через все тексты. Медраши, толкования. Они очень древние. То есть они были изложены, Медраши во II веке записаны, потому что евреи не записывали. Считалось невозможным записывать Медраши и устные предания, потому не устные. И устная Тара, Мишна тоже. Всё это было записано в начале нашей эры. Но они сами по себе упираются в самую глубь времён, когда были даны человеку священные тексты. Добавлю ещё, что нельзя обращаться к экзегезам тех, кто ангажирован определённым уже сложившимся мировоззрением, принятым и которое необходимо утверждать через Писание, когда подыскивается доказательство собственных мировоззренческих устоев. Это невозможно принимать как толкование для понимания текста. Здесь надо быть внимательным. Итак, послушайте, пожалуйста, кому это интересно. Маленькое представление. Какая это работа. Всем спасибо. У нас есть несколько способов интерпретации текста. Мы можем взять одно слово. Когда мы берём одно слово, вынимаем его из контекста, мы можем получить огромное количество вариантов, огромное количество интерпретаций, понимаем даже самых, что ни на есть чудесных и фантастических, которые на самом деле не имеют ничего общего с контекстом, из которого это слово вырвано. Но это не значит, что это плохо. Потому что такая возможность экзегетики даёт нам некую свободу не для произвола, а для того, чтобы подтвердить какую-то нашу концепцию, какую-то идею. И так как текст ТОРа является для нас основным полем деятельности, основной сферой, где мы существуем и подтверждаем наши мысли, находя это подтверждение в тексте, то такой способ может дать нам очень интересные плоды. И должен вам сказать, что мидраши, в общем-то, на этом и основном. Берётся отдельное слово и по-разному препарируется. С точки зрения языка, с точки зрения изменения этого слова минимального, которое даёт нам сразу же какие-то другие значения. И вообще, с точки зрения разных значений этого слова, мы получаем огромное количество мидраши, которые для нас очень ценны и помогают нам восстановить потом целое или дать вариантность, возможность различных смыслов этого целого. Есть способ более, так сказать, такой конвенциональный. Это мы прочитываем текст и пытаемся понять, что же в нём говорится в каком-то фрагменте. Пытаемся выяснить, что же всё-таки хочет нам сказать текст. Не отдельные слова, которые мы развертываем, а сам текст, что же здесь есть? Тут, я думаю, много вопросов не возникнет. Нужно правильно уметь вчитываться в текст. Хорошо. И есть ещё один вариант. Один из которых мы сегодня упомянем. Это то, что называется новое появление, нового смысла на стыке различных текстов. То есть, что мы делаем? Мы берём несколько текстов, соединяем их по какому-то признаку. Обязательно. Мы не можем без признака соединить их. Нужен обязательно вот этот вот момент соединения. Вот эта точка, где могут два текста совершенно разных, где они могут соединиться, сказать, да, через эту точку я сейчас проведу смысл, который будет продолжен в следующем фрагменте. К тому следующему фрагменту мы находим там тоже какую-то точку, которая может позволить соединение с третьим фрагментом и так далее. Сказать вам честно, обычно соединяется два или три таких фрагмента. Почему? Потому что на более крупных, мощных соединениях фрагментов очень сложно увидеть общее целое. Где-то всё-таки наш мозг, он ограничен в этом смысле. И мы должны не только увидеть, мы должны наглядно показать, продемонстрировать единство этих текстов и для чего оно нам нужно. Что оно нам даёт, это единство? Вот я соединяю три рассказа, которые существовали сами по себе. Я их объединил в один рассказ на основе, как я уже сказал, каких-то точек соприкосновения. Но это дело не просто для того, чтобы получить какую-то просто большую форму, какой-то текст, который больше, я дольше буду рассказывать. Нет. Для того, чтобы над всеми этими частями воспарил новый уровень понимания. Тот, который макро, уровень макро, тот, который поможет нам охватить сверхидею этих всех фрагментов. Можно сравнить это с картиной. Если взять большое полотно художника или музыкальное произведение большое, крупное, мы можем видеть детали, и эти детали могут быть великолепны, они могут привести нам потрясающее эстетическое наслаждение. Отдельно рука, отдельно взгляд, цвет, деталь какая-нибудь. Но как бы мы не восхищались этим элементом отдельным, он никогда нам не расскажет о всей картине. Мы можем рассматривать теперь всю картину и получить здесь понимание сюжета, общего замысла. Но мы можем сопоставить несколько картин. Художник, кстати, так и делает. Они делают триптихи, серии картин. Они понимают, есть у них сознание того, что одна картина иногда не может выразить из них глобальный замысел. Они делают серию картин, которые выражают этот замысел. И тогда, как я уже сказал, этот общий замысел, объединяющий всех, это совершенно новый, гораздо более высокий, абстрактный уровень восприятия этих картин. То же самое можем делать в Тории. Можем, обязаны делать в Тории. Потому что, если от нас ускользнет высший уровень понимания, то мы с вами скатимся на то, о чем вырезал. Если вы думаете, что Тора является просто сипурей Альма, просто рассказами этого мира, просто какими-то повествованиями, лучше не трогайте Тору. Оставьте ее в покое. Ну и вот с самого начала, когда мы с вами начали изучать эти фрагменты, я вам указал на эти три сходных части. На эти три сходные части, которые особого труда нам не доставило совершенно соединить. Потому что в трех частях появляется один и тот же рассказ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok